И на предприятии Матурсич прошло очередное ежегодное заседание Межгосударственного координационного совета Союза авиационного двигателя строения. Какие вопросы обсуждали, знают наши корреспонденты. Заседание Межгосударственного координационного совета Союза авиационного двигателя строения проводится два раза в год. В октябре на территории России и в начале лета в Украине на предприятии Матурсич. Координационный совет занимается вопросами сотрудничества Украины и России в вопросах строения авиадвигателей. Рассматриваются вопросы, связанные с выполнением межправительственных соглашений между Россией и Украиной, а также с подготовкой предложений для новых межправительственных соглашений. На 34-м заседании были рассмотрены актуальные вопросы, связанные с широким внедрением в эксплуатацию двигателя ИИ-222-25 для самолета Яколев-130, а также по увеличению ресурсов и надежности агрегатов. Мы в области авиации, очень честно взяты, связаны с Россией, у нас общие технологии, общая школа и очень близкие связи. Российские предприятия для мотор Сечи – стратегические партнеры. На территории соседнего государства предприятие успешно производит и реализует продукцию в течение многих лет. Однако этим запорожские моторостроители не ограничиваются. Авиамоторы, производимые в Запорожье, известны по всему миру. К нам сегодня обращаются с просьбами, с техническими требованиями. И мы работаем сегодня на европейские стороны, не только в России, что очень важно, потому что там очень большой сектор наших услуг. Мы работаем сегодня по созданию турбовинтовых двигателей для Австрии, для Чехии. И Евросоюз в этом заинтересован, потому что наши достижения за последние сто лет давно уже известны специалистам и в других странах. Особенно в странах постсоветского пространства в рамках вышившегося Варшавского договора. Также на заседании Координационного совета говорили о необходимости поддержки отрасли на законодательном уровне в части интеграционных отношений между предприятиями. Уверенность в этом выразили и спикеры парламента в Российской Федерации и Украины на Межпарламентской ассамблее в Воронеже.